Вечер на Думской в прямом эфире 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 Ну, это необходимость. То, что действовало в бумажном варианте, необходимость же такая уже была, и все это делалось. Ну, проверить все – это дело специальных органов. Пусть они этим делом занимаются. Главное от декларации перейти к исполнению закона. В том-то и дело, что мы столкнулись с ситуацией, когда, по сути, мы не можем перейти к электронному декларированию. Во-первых, да, то есть очень многие чиновники категорически против того, чтобы было введено электронное декларирование, в принципе, наверное, вполне понятным для всех причинам. Но здесь, может быть, политическая воля должна быть? Конечно. В первую очередь, политическая воля. Потому что всякие там аргументы против электронного декларирования, они смехотворны. Давайте разберем некоторые из них. Ну, например, это… Например, это наводка. Вот я храню деньги дома. Это наводка для тех, кто придет меня грабить. Да? Ну, еще… Я, простите, не помню. Речь идет об наличных деньгах, которые нужно декларировать. Да, которые держат дома. Вот. И многие как раз выступали против этого, придут и ограбят. В фильме, помните, про Ивана Васильевича, там воришка говорит… Ну, так как банковская система сейчас, кстати, очень сильно озабочена привлечением наличных средств, она обескровлена на самом деле. Да, да. Это было связано с тем, что невозможно было достать свои доряжения, поэтому сейчас очень хорошее предложение до 9,5% сроком на 6 месяцев. Это привлекает гривню. На валюту, к сожалению, не привлекает. То, скорее всего, люди не хотят хранить деньги в банках. Это как аргумент принимается. Какие еще аргументы контр? Там еще аргументы, что распространение идет на многих членов семьи, в том числе и неживущих непосредственно с тем, кто заполняет эту декларацию и так далее и тому подобное. То есть, мол, излишнее, так сказать, внимание к другим членам семьи. Не позволят нашим чиновникам и депутатам переписывать имущество на свою семью. Но, с другой стороны, действительно, ведь эта база, как у нас в стране, ну, в принципе, в любой другой стране, как показывает опыт сайта Викиликс, можно доставить любую, какую интересует информацию о любом человеке, и, соответственно, эта база рано или поздно действительно идет в криминальные круги. Где написано, что чиновник должен получать маленькую зарплату? Ну, нигде. Значит, следовательный чиновник с большой ответственностью может держать у себя дома либо большую сумму денег, либо вазу из хрусталя побольше, чем у токаря. А отсюда, конечно же, риск этот есть. Как вы оцениваете, насколько можно именно, насколько нужно именно декларация наличных каких-то других средств чиновникам? Насколько это для них безопасно? Ой, для них это, конечно, небезопасно. Речь шла уже и о, например, полотнах художников, да, которые можно найти оценщика, который там даст совершенно ничтожную оценку, а на самом деле картина будет стоить значительные, так скажем, суммы. Хорошо, а давайте поосуждаем, что даст заявление в декларации, например, у чиновника дома 50 тысяч гривен, если фактически у него находится, допустим, полмиллиона. Кто-то будет перепроверять эти декларации? Знаете, весьма совместно. Вы записали, что у вас 50 тысяч гривен, а у вас дома полмиллиона. Подали декларацию, есть ли чиновник, который придет проверять, пересчитывать эти деньги? Я думаю, даже и пересчитывать не надо, потому что очень заметно. Очень заметно, когда чиновник, получающий, ну, весьма, так скажем, скромную зарплату, строит там замок загородный и так далее. На чем поймали Альфреда Капоне? Не на том, сколько он зарабатывал, а на том, сколько он тратил, не платя при этом налогов. То есть речь идет, скорее всего, не о том, чтобы декларировать, скажем так, вещевую или составляющую недвижимость, недвижимое имущество. Может быть, действительно отдать фискальным органам задачу слежения за растратами чиновников и членов их семей? Вот это, может быть, более здравая мысль? Ну, я думаю, что одно не отменяет другого. Достоверность декларации, да, должны, наверное, проверять вот эти самые фискальные органы. То, о чем вы говорили, что чиновник не должен там жить чрезвычайно скромно, ну, это действительно так. Генерал-губернатор Новороссийского края Михаил Семенович Воронцов за годы своего правления увеличил свое состояние в три раза, да? Достаточно значительное первоначальное состояние он увеличил. Ну, что, были пожалованы там имения с крестьянами и так далее, и тому подобное. Но все зависит от того, сколько он при этом отдает. О, об этом я и говорю. Насколько он эффективен, конечно же. Безусловно. Да, осталось, ну, вы знаете, великолепное совершенно состояние того же края. Ну, а что касается вот этого декларирования, вот соотношение получаемых чиновникам доходов и его состояния. В Китае там ведь весьма все строго. Там существует, как бы, ну, такая цивилизация статуса. Чиновник высокого статуса должен обладать вот такой-то, ну, собственностью. Ну, может быть, это даже не... Ну, это все строго, там декверовые ошибки. Там все настолько четко, что позволить себе больше, чем положено по статусу, ну, человек не может. Кстати, еще и в классике нашей, помните, там, и у Гоголя, и у Чехова есть там такие высказывания, типа, не по чину берешь, да? Вот. То есть следили за этим всегда. Ну, вот на то, наверное, и фискальные органы. Леонид, я предлагаю, наш корреспондент подготовил небольшой материал, собственно, о том, что собой представляет электронное декларирование, чтобы было более понятно для всех, кто нас сегодня смотрит. Ну, и, наверное, мы тоже попробуем разобраться более подробно, что же собой представляет электронное декларирование, и почему его так боятся наши чиновники и депутаты. Я прошу дать этот материал. Электронное декларирование – это обязанность для определенного круга лиц подать информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, но только в электронном виде. Субъектами декларирования по закону Украины о предотвращении коррупции являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, или лица, которые приравниваются к таковым. К их перечню относятся президент, народные депутаты, члены кабинета министров, судьи, прокуроры и госслужащие. Декларировать нужно не только собственное имущество, но и доходы членов семьи субъекта декларирования. К ним относятся супруги, дети, родители. Указанные выше лица должны ежегодно до 1 апреля подавать свои электронные декларации. У нас мы по сути видим, что речь идет о самых бедных людях страны, судьи, прокуроры, депутаты, президент, кабинет министров. Ну да, да. Вы знаете, для тех, кто не обладает крупными капиталами или возможностями... И бояться-то нечего. Да, собственно, бояться нечего. И я думаю, что эта система в нынешних условиях, в общем-то, может сработать. На чем я основываю такие предположения? Ну, на том, что, мне кажется, пик разворовывания, ну, уже прошел. Ну, эти воровать больше нечего. Говорят, что есть. Все украдено до нас, как было сказано. Эту фразу произносил каждый новый назначенный чиновник. Ну, нет, вы знаете, на чем я основываюсь? Ну, на том, что, ну, не секрет, что, когда депутаты шли во власть, да, вот во власть депутатов, кандидат депутатов, он выкладывал очень значительные суммы. Ну, положим так, по-среднему пять лимонов, да, и довольно быстро их отбирал. Вы имеете в Верховную Раду? Да, в Верховную Раду. Вот, насколько я знаю ситуацию с нынешней Верховной Радой, они не могут отбить затраченные средства. Не знаю, как на местном уровне, но в общем и целом, мне кажется, сейчас, вот, кормовая база сузилась. Олис, смотрите, вот сегодня было заявление, собственно, программы развития ООН, да, организации. Было сказано, что система электронного декларирования является обязательством Украины перед рядом международных партнеров и рассматривается как краеугольный камень процесса реформ. При этом отмечается, что программный комплекс по сбору, хранению и обработке электронных деклараций украинских чиновников был разработан как раз при финансировании не украинском, а вот этой вот организации, ПРООН. То есть, как вот отреагирует сегодня ООН, ввиду того, что они проспонсировали, профинансировали, обучили, показали, а в итоге ничего не получили? Да, ну это очередной скандал, так скажем, очередной скандал с Украиной. Надо, наверное, опять же, власть применить, надо как-то построже указать Украине на ее ошибки. Такуда уж строже, уже максимально громко кричит ООН, максимально высоко поднимает тон заявления официального о том, что, ребята, мы вам никакого проезда никуда не дадим. Какое замечание? Высшее мера наказания, ата-та, я не понимаю. Как еще можно сказать? Подскажите. Ну, вы знаете, вот есть такой инструмент санкции, да? Ну, санкции мы точно не потянем, я думаю. Ну, вот что-то в этом роде надо, в конце концов, как-то приструнить. Можно ответить за то, что мы так и не сможем, скорее всего, вероятнее всего, так и не сможем 15 августа запустить систему электронного декларирования. Кто должен понести ответственность в этом случае? В этом случае несет ответственность исполнительная власть. Она, прежде всего... Кто конкретно? Что вы имеете в виду? Кто это? Прокуратура, суд, кто? Нет, это непосредственно исполнительная власть. От Гройсмана и вниз. Вся эта вертикаль. Исполнительная власть. Кстати, хорошая идея, чтобы премьер-министр первый заполнил электронную декларацию. С указанием всех многочисленных родственников. И, наверное, там... Ну... То, когда после этого можно будет, рассмотрев эту декларацию на его примере, как-то двигать эту реформу. Потому что по-другому я себе не представляю. Ну, вот так. Первая декларация, мне кажется, должна быть заполнена сразу при людях. И обсуждена. Ну, собственно, до 15 августа осталось совсем немного времени. Реакцию Европы и реакцию, я надеюсь, и украинских граждан, которые все-таки вникнут, что такое электронное декларирование, и поймут, что это необходимо для того, чтобы из их карманов перестали воровать деньги. Мы увидим, чем все закончится. И надеюсь, что это все-таки не повлияет на получение безвизового режима, если это действительно является краеугольным камнем в данном случае. Леонид, благодарю, что вы нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Напоминаю, у нас в гостях был политолог Леонид Дусь. Мы прервемся на небольшой рекламный блог. После вернемся и продолжим говорить об электронном декларировании, которое может стать причиной, по которой Украина не получит безвизовый режим. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова